Друзья, всем привет! Начался сезон с шашлыков. Я хочу показать вам два способа, которым одним способом я пользуюсь давно, а второй способ я нашла в интернете, и мне было очень интересно его попробовать. Я вам расскажу в конце видео, почему оно мне не понравилось, и больше я делать так не буду. Друзья, если вы еще не подписаны на мой канал, советую подписаться. После того, как подписались, не забудьте нажать на колокольчик, уведомлять о выходе новых видео. Все знают способ при помощи уксуса, но мы давно не пользуемся им. Шашлык мы делаем только из свинины. Первый способ, которым мы пользуемся, который меня устраивает и который я очень люблю, это лук, специи и мясо. Нарезаем мясо. Примерно на килограмм мяса мы берем примерно килограмм лука. Лук очищаем, нарезаем полукольцами, добавляем соль, специи и тщательно перемешиваем. Замачиваем примерно полтора-два часа. Пока собираемся на дачный участок, мясо у нас маринуется. Приходим на дачу, пока разжигаем костер, мясо уже полностью готово. И давайте сразу расскажу про второй способ. То есть на этот раз я делала как бы две части мяса. Мясо также нарезаем порциями. И для этого способа я приобрела киви. Два небольших киви. Они спелые. Я их очищаю от кожицы и нарезаю небольшими кусочками. Смешиваю вместе с мясом. Также туда добавляю специи и немного лука. Этот способ хорош тем, что мясо становится мягким всего за полчаса. И можно использовать для такого довольно-таки жесткого, жилистого мяса. Жарим первым способом. Это у нас решетка. Жарится хорошо, быстро. Угли у нас подготовлены. И вот вы перед собой видите хорошо прожаренное, очень вкусное, сочное мясо. А теперь жарим мясо, которое приготовлено вторым способом при помощи киви. Я скажу, почему оно мне не понравилось. Во-первых, у него не очень понятный вкус шашлыка, не совсем особенный. Может быть, любителям это понравится. Но мясо получается как бы рыхлым. Как бы вам объяснить, оно не совсем как мясо. Но, скорее всего, наверное, как фарш. Так как в киви есть кислота, то эта кислота на такой степени сильно размягчает мясо. И я не чувствую вкуса хорошего шашлыка. Не знаю, может быть, я привыкла. Напишите, пожалуйста, под видео. А какой способ вы используете? И пользовались ли вы способом при помощи киви? И как оно вам понравилось или нет? Я не знаю, мне оно не понравилось. И больше я его использовать не буду. А на этом я хочу с вами попрощаться. Пожелать вам приятного аппетита, если вы готовите. До следующих встреч. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok